Каждую осень, когда сокращается световой день, Госавтоинспекция Минской области усиливает контроль на дорогах. В регионе до 24 сентября пройдут профилактические мероприятия, направленные на соблюдение правил дорожного движения водителями, пешеходами и владельцами средств персональной мобильности. Из статистики за истекший период 2023 года более 2000 данных данной категории было привлечено к административной ответственности за нарушение различных пунктов правил дорожного движения. И порядка 400 из них находились в состоянии луководного опьянения, когда были совершены эти правонарушения. На данный момент порядка 18 дорожно-транспортных происшествий в Солигорском районе зафиксировано с участием пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства персональной мобильности. В связи с изменением правил дорожного движения, которые вступили в 2022 году, велосипедистам было разрешено не спешиваться на пешеходных переходах. В связи с этим возник небольшой рост аварийности с участием велосипедистов, в том числе несовершеннолетних. Хотелось бы напомнить именно велосипедистам, когда переезжает пешеходный переход. Да, им разрешено не спешиваться, не слезать с велосипедом, но в то же время есть 151 пункт правила, о котором многие зачастую забывают. То, что при подъезде к пешеходному переходу должны снизить скорость движения, убедиться в безопасности переезда и переезжать пешеходный переход со скоростью, равной скоростью движения пешехода. Это в первую очередь, в принципе, сама безопасность самих же этих велосипедистов. Рейды проходят на аварийно-опасных участках дорог и пешеходных переходах. Велосипедисты и пешеходы, которые нарушают правила дорожного движения, привлекаются к ответственности. Необходимо при движении по крайней части дороги, если это касаемо пешеходов, использовать световозвращающие элементы, которые позволят водителю заметить заблаговременно пешехода, в случае чего объехать его, где-то как-то либо снизить скорость до полной остановки. Также велосипедисты должны использовать при движении ненаселенного пункта жилет повышенной видимости. Велосипед должен быть оборудован спереди фарой, излучающей белый свет, сзади фонарем, излучающим, соответственно, красный свет. Дабы, опять же, это обозначить как-то себя и водители могли их заметить, что, в принципе, сохранит как их жизнь, здоровье самим велосипедистам, пешеходам, так и безопасность дорожного движения в целом.